Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамовой. Сегодня самые актуальные темы мы обсудим с губернатором Курской области Александром Михайловым. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Я напоминаю телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15. Александр Николаевич, 21 и 22 января в Москве прошел очередной съезд партии «Единая Россия». И председатель правительства страны Дмитрий Медведев отметил успехи Курской области в реализации проекта «Крепкая семья». Речь идет о сокращении числа детей-сирот. А если говорить о будущем, о планах, на каких проектах будет сосредоточено внимание властей, вот в частности в Курской области? Ну, я так понимаю, что речь идет о том, что мы будем делать или как работать над выполнением решений съезда. Да. Это был 16 съезд партии «Единая Россия». И я должен сказать, что вот этот съезд, он, как бы сказать, подводил итог пятилетней работы, потому что здесь решались и организационные вопросы, то есть снова избирались руководящие органы партии. Вот заодно было проанализировано вот все то, что сделано за последние пять лет. И партия «Единая Россия», она, значит, ну, как бы сказать, являясь, не зря об этом говорят, вот и ваши коллеги, и политики, ну, это так и есть. Она является правящей партией сегодня в стране, потому что имеет большинство и в российском парламенте, и в абсолютном большинстве парламентов вот региональных и так далее. И те, кто работает в исполнительной власти, вот большинство руководителей относятся к этой партии. Партия «Единая Россия». Я, как вам сказать, с удовольствием могу напомнить просто нашим телезрителям, что у истока в ее создании стоял наш президент Владимир Владимирович Путин. И сейчас на съезде, вот в его послании, которое он направил делегатам съезда партии, отмечено было, что он благодарен вот единороссам, членам партии «Единая Россия», делегатам съезда, за то, что за последние пять лет в стране было сделано. Это вот, так сказать, вступление, что ли. Что касается направлений работы, ну, они, в общем-то, традиционные. И было принято, как бы сказать, сегодня взвешенное решение. Во-первых, на 11, по-моему, площадках работали круглые столы, их готовили, наш актив и партийный актив, руководящие органы партии. Вот, и выработаны были рекомендации для включения в постановляющие, там, часть, что ли, ну, то есть, принимаемые решения в итоговые. Вот, а это означало, что это касалось и промышленности, и сельского хозяйства, то есть, сферы экономики, вот, строительства ЖКХ, и социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, вот, так далее. Ну, и, конечно же, демографической и семейной политики. И здесь я бы так сказал, что нам, курянам, тоже было, что, в общем-то, показать, рассказать. И на подготовленных к съезду стендах как раз было это и отражено. И вот то, о чем, вот, вы говорите, как раз осматривая перед началом работы съезда эти стенды, Дмитрий Анатольевич Медведев в сопровождении, там, руководителей партии и других, это и Неверов Сергей Иванович, и Рызлов Борис Вячеславович, они как раз подошли к стенду, который был посвящен семейной и демографической политике. Ну, и, в частности, вот, Курская область, там на стенде это было хорошо отражено, занимает первое место среди всех регионов в нашей стране, вот, по количеству детей, по динамике, вернее, их, которые, ну, сегодня переходят из, скажем, нахождения их в специализированных учреждениях, там, типа, пансионатов и так далее, школ, вот, они переходят в семьи. И по этой части Курская область занимает первое место, да и вообще в вопросах семейной политики, вот, демографии, да, работы с семьями, имеющими детей, ну, и так далее. Здесь большой круг. Наш регион, в общем-то, был отмечен и в решениях, там, и так далее. Поэтому мы даже пообщались с Дмитрием Анатольевичем, он поблагодарил за ту работу, которая делается у нас в Курском регионе. Что касается принятых решений, то они как раз вот направлены, я уже сказал об этом, на дальнейшее развитие экономики, социальной сферы, вот, ну, и, конечно же, на поддержание стабильности в обществе и так далее. Здесь партия «Единая Россия» имеет, как бы, мандат от наших людей. Вот Дмитрий Анатольевич очень хорошо ответил там нашим оппонентам. Часто спрашивают, а вот решение вот какое-то принимают почему-то, вот, единороссы, а не слушают, там иногда всякие бывают, знаете, хотелки, ну, может, даже специально, так, как мы это видим на примере нашей Курской областной думы. А я бы вот хотел, вот как у нас выражаются представители оппозиционных наших партий, вот, вопреки всяким там планам и тому, что заложено в программах, а вот именно вот там надо что-то в первую очередь делать. Вот Дмитрий Анатольевич сказал, решение принимают те, кому народ доверил руководить, то есть большинство отдал голосов той партии, которая и принимает те или иные решения. Я думаю, что это абсолютно справедливо. Ну, и в целом съезд прошел в конструктивной обстановке, и я думаю, что сегодня, в принципе, надо работать активнее над реализацией принятых им решений. А они полностью совпадают практически с установками, которые были даны в послании нашего президента, вот, 1 декабря Федеральному собранию Российской Федерации. Алексей Николаевич, в 2016 году в Курской области построили и реконструировали целый ряд крупных, важных агропромышленных объектов. Сейчас, для того, чтобы напомнить курянам, о чем конкретно идет речь, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. За два года от первого камня до современного уникального предприятия площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Цех убоя, термообработка, упаковка продукции, контроль качества. План вывести его на полную производственную мощность, две смены работы и довести до 2 миллионов убоя по голове. Это полная обвалка. Мы проведем небольшую реконструкцию производства. Я думаю, что мы поприсутствуем на открытии практически завода в заводе. Дополнит производство цех полуфабрикатов. Котлеты, купаты, фарш. Добавится более 100 наименований продукции. Весь технологический процесс здесь автоматизирован. Вмешательство человека минимально. Тем не менее, на новом мясоперерабатывающем комплексе трудится 1200 курян. Каждый день на предприятие их привозит 40 автобусов. Заработная плата свыше 34 тысяч рублей. Отдельное внимание. В последние годы курские производители уделяют увеличению мощностей для хранения зерна. В 2008 объем спецхранилищ не доходил и до 2 миллионов тонн. Сегодня вдвое больше. Собственным элеватором в 2016 обзавелась компания «Русский ячмень». В этом году должны приступить и к строительству второго. Открылся зерносушильный комплекс и в Дмитриевском районе. Объем инвестиций в проект 215 миллионов рублей. Никто здесь не препятствует работать. Никто не принимает никакими проверками. Мы работаем. Будем увеличивать количество зернохранилищ. Обновили оборудование в 2016 и все 9 сахарных заводов региона. Например, у Золотухинского предприятия появился новый хозяин. И сразу модернизация. Меньше чем за полгода в производство было инвестировано свыше миллиарда рублей. Такую же сумму владельцы готовы вложить в переработку в 2017. «Русская область значительно прибавила. Здесь практически по всем секторам экономики, АПК, есть рост. Область сама себя обеспечивает главными видами продовольствия. И, конечно, в этом огромная заслуга, прежде всего, в руководстве области. И, конечно, того промышленного актива. Актива водителей, предпринимателей, инвесторов, агрономов, зоотехников. И просто простых рабочих. Стоит отметить, общая сумма инвестиций в агропромышленный комплекс региона за последние 10 лет превысила 60 миллиардов рублей. Алексей Николаевич, конечно, это недалеко не все объекты, это всего несколько. Но уже вот в середине февраля нас ждет очень крупное такое масштабное событие. В Суджанском районе начнет работать комплекс по производству розовой телятины. Проект реализует компания «Мираторг». И вообще в целом у этого агрохолдинга достаточно много идей для Курской области. Расскажите немного подробнее, как они планируют развиваться именно в нашем регионе. Я вот как-то уже говорил, отвечая на вопрос примерно аналогичный вашим коллегам, что инвесторов не обманешь. Они идут туда, где инвестиционный климат их устраивает, где нормальные взаимоотношения деловые имеются в виду, с администрацией и области, и там районов и так далее. Вот компания «Мираторг», она в принципе, наверное, могла бы прийти к нам давно, но разве могла она прийти во времена Рудского, когда здесь были совершенно иные порядки, чем во всех соседних областях. Здесь с другими вещами просто занимались. Сегодня создал нормальный инвестиционный климат, вот так как это и требуется сегодня законодательством нашим и так далее. Мы имеем возможность привлекать инвесторов, и их достаточно много. За последние годы, вот за последние 10 лет пришло работать в наш регион. Компания «Мираторг» – это очень крупная компания. Она, в общем-то, на фоне Российской Федерации смотрится как одна из самых солидных. И то, что он пришел сегодня, вот работает у нас. Он, кстати, работает в «Мираторг» уже и в Пристинском районе, и в Абаянском районе. Вот там работают и свинокомплексы, и ряд других объектов. Вложены достаточно солидные средства. Вот, занимаются они оказанием помощи в социальном плане. Сейчас мы решали вот вопрос, во-первых, о новом вертикально интегрированном комплексе по производству мяса свинины. Это крупнейший будет, ну как вам сказать, вертикально интегрированный, что ли, комплекс, который будет большую часть производимой продукции, поскольку в России ее уже, наверное, сегодня достаточно, вот, производить и импортировать за рубеж, экспортировать за рубеж. Вот. Я думаю, что это весьма, так сказать, такой престижный, солидный проект. Но Мираторг выбрал вот для реализации его Курскую область. Сам этот проект стоит где-то более 130 миллиардов рублей. Это будут объекты в 16 районах нашей области, свинокомплексы. Это мощные причем. Это зернохранилища, вот элеваторы и так далее. Ну и, конечно, мясохладобойня. Ее строительство будет вестись в Октябрьском районе. Выбор вот был уже сделан, и площадка там готова. Решены все оргвопросы нами вместе с инвестором. Мощность его составит где-то 4,5 миллиона голов в год. Вот. Это будет самый мощный комплекс в Российской Федерации. Далее мы договорились, и сегодня ведется работа, вот где-то в середине февраля, ну, мы дату пока называть не будем, готовится сдача первой очереди от кормочного комплекса по производству, значит, говядины. Это будет розовая говядина. Первый этап, значит, он будет вмещать в себя 30 тысяч голов крупного рогатого скота, вот для этих целей. В целом комплекс мощностью где-то примерно 100 тысяч голов. Стоимость его тоже 6 миллиардов рублей, достаточно солидная. Вот. Первая очередь вот будет сдана сейчас в середине февраля, а на второй и третьей очереди ведется активная работа. Вот. Ну, и в планах компании в Фатежском районе будет создана мощная или построена, так скажем, овце-ферма или овце-комплекс, потому что на ферму это явно не похоже. Вот. Где-то она дойдет до 400 тысяч голов, вот, к концу реализации этого проекта. И в Пристинском районе 1 миллиард рублей на эти цели выделяется тоже в рамках вот инвестиционного проекта инвесторам. Будет построен комплекс по производству корма для кошек и собак. Это будет проект, который, реализация которого, значит, вписывается в программу импортозамещения. То есть, сейчас в основном на эти цели, а потребности, кстати, в Российской Федерации большие, завозится в основном это из-за рубежа. А с вводом в действие вот этого объекта на территории нашего региона с компанией Мираторг можно будет не только областям Центральной России, но и нашей столице и так далее, в общем-то, использовать вот этот корм для наших домашних, прежде всего, животных и так далее. Александр Николаевич, у нас есть звонок от телезрителей, давайте послушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. А вам добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, Александр Николаевич, это по просьбе вы поручили слободе Казахской. К вам обращайте жители. Просим вас взять под вечерий контроль ситуацию с трамвайными, которые уходят через Казахскую слободу. Приходится ждать с детьми, старикам, с садик, школьникам по 30-40 минут. Четверку пустили только по одному маршруту, вокзал, автовокзал. Двойку сократили наполовину, пятерку убрали совсем. Морозы стоят 20 градусов, люди стоят по 30-40 минут. До коли будет это издевательство над нашим народом? Спасибо за звонок. Ну, я разберусь, посмотрю, в чем там проблема. Сейчас ведь по всем городам идет такая волна, что надо вообще трамваи убирать. Вот я лично противник этого. Поэтому разберемся, посмотрим, что это за система и почему такая ситуация. Конечно, сложно сегодня, поскольку в стране, ну, как вам сказать, работа эта, честно говоря, по производству трамвайного парка не налажена. Стоимость их огромная, ну, и бюджетом местным, городским. Порой не под силу просто приобретать новые трамваи для того, чтобы менять уже устаревшие. Может быть, в этом причина. Ну, посмотрим. Хорошо, вопрос я ваш услышал. Александр Николаевич, возвращаясь к теме строительства, теперь предлагаю поговорить о жилье. В 2016 году в Курской области было введено в эксплуатацию... Я, кстати, извиняюсь, вот не закончили мы помироторгу. Одна очень важная деталь. С реализацией большого инвестиционного проекта, да, будет создано почти 9500 новых рабочих мест. Ну, жилье тоже тема социальная. 580 тысяч практически квадратных метров жилья в 2016 году было введено в эксплуатацию в Курской области. Расскажите, какие планы, каких цифр мы должны достичь в ближайшие годы, на какие показатели выйти? Во всех ли районах Курской области появляются новые дома, строится новое жилье? И насколько оно востребовано, вот в том числе и в райцентрах, например? Если не говорите только о Курске. Ну, дело в том, что жилье востребовано будет всегда, я думаю. Другое дело, что, видите, здесь сейчас в условиях рыночной экономики и некоторой такой бестолковости в нашем законодательстве, а это присутствует. Вот, поэтому часто бывают нестыковки, как говорится. И многие строительные компании несут убытки, разоряются там и так далее. Ну, что касается нашего региона, мы ежегодно, постепенно, значит, несмотря на все сложности, но наращиваем объемы строительства. И на нынешний год предусмотрено, ну, вот, как бы сказать, объем ввода жилья, да, по крайней мере, не меньше, чем это было в году 2016. Вот, а в 2016 году, кстати, был достигнут рост к 2015 году в этих сложных очень условиях, где-то почти на полтора процента. Ну, вот и сейчас тоже и строительство многоэтажек планируется, и, конечно, мы очень рады тому, когда вот предприниматели, вот, да и индивидуальные застройщики начинают строить коттеджные поселки, вот, или коттеджи для того, чтобы индивидуальное жилье получало, значит, большую прописку. Возможности такие и по площадям у нас есть, вот, по коммуникациям мы вопросы решаем, поэтому я прошу населения, так сказать, вот этого не бояться, во всем будет оказана соответствующая помощь. Ну, и должен сказать, что почти все районы сейчас включились в эту работу. Другое дело, что была парадоксальная ситуация, вот, лет семь назад, когда я вдруг сделал анализ и увидел, что в некоторых районах лет по 15 не строилось жилье вообще новое. Ну, это же парадокс, потому что это означает, что вымираем в отдельных районах, да, после нас хоть потоп, как некоторые говорили, вот тут он подпрыгивает, некоторые, те, кто в 90-е годы руководил Курской областью, а чего подпрыгивать? Надо было работать и тогда, и если бы в те годы, вот, строительство жилья велось вот такими же темпами, как сейчас, сейчас проблем бы у нас не было. Ну, завершаю ответ, то есть, несмотря на все сложности, значит, работы по жилью будут продолжены, и мы сегодня активно участвуем с федеральными структурами в тех программах, которые в нашей стране есть. Вот, и по линии Министерства строительства, и по линии Минсельхоза. Вот, работа активно ведется над предоставлением жилья льготным категориям граждан, вот, молодым семьям и так далее. Ну, вот такая интересная цифра, да, в прошлом году, вот, почти 70 семей получили на льготных условиях, получив поддержку финансовую, построили или получили жилье в сельской местности. Это молодые семьи, я считаю, что вот этот путь, как раз, он должен быть продолжен. Ну, и в городах тоже самое мы ведем эту работу. Но те районы, которые пока, начиная с нуля, имеют не очень большие объемы, там, минимальные, может быть, по вводу жилья, мы контролируем ход работ по всем районам, по периметру области. Александр Николаевич, у нас есть еще один звонок от телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите вы в... Здравствуйте, Александр Николаевич, вот у меня такой вопрос, я живу во Льгове, и хотел бы узнать, когда будет заасфальтирована дорога на улице Ленинградской? Воспудится здесь трудно проехать даже машину. Спасибо большое за вопрос. Ну, эта дорога относится к муниципальной собственности города Льгова. Вот, я бы хотел, а вопрос этот, если бы это была возможность такая, переадресовать главе администрации города Льгова. Да, я попрошу наших редакторов сейчас связаться с Юрием Владимировичем, главой администрации города Льгова, а пока дозваниваются. Александр Николаевич, если вот коротко, буквально в нескольких словах о дорожных планах Курской области на 2017 год. Сегодня непростое время, я имею в виду с точки зрения финансирования, скажем, этого вида работ. Вот, это и на федеральном уровне у нас, но, в принципе, я полагаю, что беспокоиться или какого-то серьезного повода пока для беспокойства нет. Вот, мы, по крайней мере, то, что заложено сейчас в бюджете, оно немножко меньше того, с чем заканчивался прошлый год по дорогам, да. Но на финише года, я думаю, что в течение года мы дорожный фонд подпитаем, и он будет примерно такой же, как был в году 2016. А в 2016-м дорожники получили финансирование примерно около 4,6 миллиарда рублей. Это средства и наши областные, и, значит, субсидии федеральные там, ну и вклад муниципалитета в это тоже есть, имеется в виду, дорожные муниципальные фонды. В целом вот такая цифра. Сегодня будет делаться все для того, чтобы примерно этот же уровень удержать. Будут по-прежнему ремонтироваться капитально наши дороги федерального и межмуниципального значения, вот, и я имею в виду региональные дороги, которые находятся в собственности области. Я об областных, прежде всего, говорю. Съезды, как мы в прошлом году хорошую практику ввели к сельским населенным пунктам, с асфальтированием там территорий уже непосредственно в самих селах и так далее. Ну и будем выделять субсидии нашим муниципалам, то есть и городу Курску и другим муниципалитетам на то, чтобы они внутри своих муниципальных образований, как теперь по жилищному кодексу это положено, тоже провели и ремонты, вот, ну и возможно, что где-то вот, как сейчас по Льгову задан вопрос, и вводили и новые дороги. Надо это планировать, то же самое. Я призываю все муниципальные власти заняться этой работой вплотную. Для этого надо просто каждую копейку, как говорят, считать и использовать в дело. Мне подсказывают, что Юрий Владимирович уже на связи с нашей студией. Здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, Юрий Владимирович, вы нас слышите? Добрый день, да, слышал. Добрый день. Юрий Владимирович, добрый день или вечер. Я просил бы вопрос, который был задан мне, слышал, наверное, да, если... Так точно. ...смотрел передачу. Я просил бы объяснить автору вопроса, заодно и нам, что предполагается делать вот с улицей Ленинградской, которая была названа в вопросе тем человеком, который задавал, житель города Львова. Разрешите, доложите, Александр Ильич. Да, пожалуйста, я хотел бы... Значит, улица Ленинградская, города Львова, входила в план годификации города Львова, как и все остальные улицы города Львова. На сегодняшний день смеют доложить, Александр Николаевич. План годификации города выполнен на 100% на 1 января 2017 года. Значит, после проведения именно трубопрокладки газопровода, в местах его прокладки на сегодняшний день произошли, естественно, оседания земляного грунта. Твердого покрытия на этих улицах, Александр Николаевич, не было с момента их обоснования. И как только позволят погодные условия, мы немедленно произведем там подсыпку ингридирования данной улицы. Александр Николаевич, я думаю, проблема будет решена. Так все-таки, что, прошу прощения, что в плане 2017 года, вот по этой улице-то, конкретно? План 2017 года от подсыпка ингридирования, Александр Николаевич. Ну, то есть, по ней можно будет спокойно ездить, так надо полагать. Так точно, все будет как положено, Александр Николаевич, я все устраню и сделаю как положено. Хорошо, и дальше надо планировать, там может быть и покрытие асфальтом. Я понял, есть, будем заказывать проект и будем работать на эти вопросы, Александр Николаевич. Да, варились. Спасибо большое за ответ, Александр Николаевич. Предлагаю продолжить нашу беседу. В Курской области постоянно вводятся и социальные объекты. И если говорить, например, о 2017, который буквально только начался, но вот на проспекте Дереглазово уже открылся детский садик. Там же сейчас идет строительство и школы. И вот если говорить о таких учебных заведениях, то перед всеми регионами страны сейчас стоит задача в ближайшие несколько лет перевести все школы на работу в одну смену. В Курской области насколько сложно решить эту задачу? Много ли нам предстоит построить, может быть, модернизировать, реконструировать школу, чтобы все дети могли учиться с утра? Ну, подобного рода программы, они всегда непростые. Вот, я думаю, что это для абсолютного большинства регионов так. Вот, и в Курской области, конечно, тоже не исключение, задача эта очень даже сложная. Но, тем не менее, мы у себя, вот как только президент такую задачу поставил, мы разработали программу по переводу наших школ на односменку. И там задача-то стоит, это сделать до 1 января 2025 года. Вот, поэтому в соответствии с этим спланировано, во-первых, объем работ, вот, и набор школьных зданий, их предстоит новых построить, только 15 школ. Вот, они разные, это и в городе Курске, и в наших районах, вот, области и так далее. Ну, и где-то 11 школ капитально отремонтировать. Есть и те, которые предстоит подвергнуть, как говорят, реконструкции, и увеличить, так сказать, там, чтобы они могли больше, гораздо принимать детей в одну смену. Все это просчитано, вот, реализуется, и сегодня, в общем-то, синхронизировано с федеральной программой. Ну, а теперь все будет зависеть от, как говорят, того, как оперативно, синхронно будут действовать наши службы, вот, ну, и, конечно же, федеральные тоже, потому что без поддержки федерального бюджета, вот, не только в Курской области, ну, наверное, в большинстве регионов, кроме там самых богатых, такая задача решена, быть не может. Ну, сегодня, вот, что касается года 17-го, то сейчас, в этом году задача поставлена ввести среднюю школу в поселке Медвенка, новую на 650 мест, капитально отремонтировать практически, там, много работы, конечно, это среднюю школу в поселке Кшень, вот, и работы, вот, ведутся над, сегодня, школой, на паспекте Дереглазово, она на тысячу мест. Здесь решается сейчас нами вопрос тоже с федеральным, с министерством, имеется в виду образование и науки, потому что бы затем, ведь регион, да, и город Курск, муниципальное образование должны оплатить эти работы, которые делает наш инвестор, это завод КПД. Но школа к первому января нынешнего, вот, теперь, 2018-го года, она тоже должна будет появиться на проспекте Дереглазово. И параллельно еще должны начаты быть работы, вложены достаточно солидные средства, уже, как задельные, это в городе Железногорске школа, вот, и еще одна школа в городе Курске и так далее. Ну, то есть, все эти годы, они будут годами напряженной работы над решением этой проблемы. В принципе, если все будет синхронно вот так решаться и согласованно, то задача эта решаемая вполне. И Курская область с ней, я надеюсь, что справится. Сейчас немного о безопасности. В Курске прошел традиционный ежегодный учебно-методический сбор, на котором подводились итоги работы наших экстренных служб. Вот, с вашей точки зрения, насколько хорошо сегодня оснащены наши спасатели, пожарные? Можем ли мы быть уверены в том, что придут на помощь и вовремя? Что касается оснащения, оно сегодня, в общем-то, уже достаточно и несколько лет назад выглядело неплохо. Вот, на фоне других регионов, да, Курская область смотрится сейчас и по, что ли, подготовке, профессиональной подготовке персонала, вот, по наличию, скажем, техники там и так далее, ну, достаточно неплохо. Но в этом деле, как говорят, никогда нельзя ставить точку, потому что где-то что-то выходит из строя, и нужно постоянно пополнение. Потом жизнь иногда ставит целый ряд новых вопросов. Поэтому, вот, сегодня, подводя 19 января, недавно, итоги работы нашей системы, РСЧС, как мы ее называем, я, в общем-то, поблагодарил всех, кто участвует в этой напряженной работе, и федеральные структуры, и наши региональные, и муниципальные, вот, за слаженную такую достаточно работу. Ну, и были вручены, значит, новые, несколько единиц техники, которые, надеемся, будут помогать нашим структурам в решении вот тех вопросов по обеспечению и пожарной безопасности, и других видов, вот, работ, которые необходимо решать этим структурам. На этот год запланировано дальнейшее пополнение их арсенала еще, по-моему, 11 или 12 образцами новой современной техники. Они разноплановые, но они крайне нужны. Я еще раз говорю, подпитка новой техникой необходима постоянно. Так же, как и подготовка персонала, то есть кадров. На ней должны работать профессионалы. И сегодня я так бы сказал, что, ну, наша система, она, в общем-то, на хорошем счету и у Министерства по чрезвычайным ситуациям, и в целом в нашем регионе тоже работают достаточно оперативно и помогают людям решать вопросы, вот, по обеспечению их безопасности. Александр Николаевич, 25 января свой праздник отметили студенты. Сегодня у молодого поколения достаточно много возможностей для реализации, как, например, с творческой стороны очень много конкурсов. Можно, есть возможность выиграть, получить грант на реализацию каких-то научных идей, может быть, уже даже готовых проектов. А в Курске 25 числа по традиции лучшие из лучших получали награды. И на нашем торжественном собрании присутствовала и Екатерина Драгунова, начальник управления регионального развития Федерального агентства по делам молодежи. И я сейчас предлагаю послушать буквально коротко, что она отметила, рассказывая о Курской области. Действительно, реализация молодежной политики на территории Курской области является уникальной, потому что здесь создана система поддержки молодежи. Этот системный подход, он дает свои результаты. Более 200 человек стали участниками наших всероссийских площадок, выиграны 16 федеральных грантов, это действительно очень много. 11 место по всей стране, это действительно достойная позиция, потому что это идет сравнение с городами федерального значения. Это городами-миллионниками, городами-подмиллионниками, поэтому 11 место это можно сейчас считать практически как третье. Мы знаем, что 15 лет идет в лагерь «Славянское Содружество». Это уже стала такая площадка значимая и интересная не только у нас в стране, но и в международном уровне. Рассказы о славянке ходят далеко за пределами нашей Родины. Здесь у нас действительно создана та полноценная обстановка для реализации молодежной политики. Александр Николаевич, оценка молодежной политики высокая. А что бы Вы сказали о молодежи? Можно ли на нее положиться, на сегодняшнюю современную молодежь? Вы знаете, здесь, как бы сказать, есть, конечно, определенный негатив. Это перестроечные, это 90-е годы. Они, в общем-то, несколько продлились уже и на нулевые. Что я имею в виду? Ну, такая какая-то бессистемность была в подходе к молодежной политике. Ну, и у многих, как бы сказать, молодых людей такой какой-то принцип, что ли, безответственности, вот он появился. Вот бы я хотел бы многое, но сам бы не хотел бы делать для этого ничего, так если сформулировать. Вот дальше еще тут интернет работает и так далее. Часть молодежи, конечно, к сожалению, надо это признать. Вот она и сегодня еще, попавши в эту волну, продолжает в ней находиться. Но в целом же, я вот хочу сказать, что та линия, которая проводится вот у нас, да и во многих регионах других, но мы стараемся у себя эту работу ставить как бы во главу угла, потому что я всегда говорю, молодежь, это, как у нас говорят, это наше будущее. Абсолютно верно. Но молодежь это наше не только будущее, но и наше сегодня, потому что, ну, на кого ж еще, на молодых людей мы должны полагаться и в плане защиты нашей Родины, и в плане создания там материальных благ, вот, поддержки старшего поколения, особенно вот тех, кто уже в солидном возрасте находится, и в демографической политике, вот, ну и, конечно, в проявлении творческих способностей. Это и, как бы сказать, ученые, это и спортсмены, вот, это те, кто занимается научными разработками или реализует их на производстве. То есть, вот, круг большой проблем. И, вот, одаренная часть молодежи, вот, та, с которой мы общаемся, к счастью, что ряды ее с каждым годом, они, как бы, множатся, вот, она, как бы, вселяет оптимизм, потому что, вот, эти люди, эти ребята, они знают, что хотят, они понимают, в чем их личная роль, понимают, что, знаете, я уж позволю себе выразиться, как в старое время в шутку говорили, вот, о некоторых, которые сегодня в интернете сутками сидят, вот, они иногда, наверное, думают, как в старину шутили, говорят, думают, что булки растут на деревьях, вот, но вот эта часть молодежи, она прекрасно представляет, что и как, где добывается, вот, и откуда, как говорят, происходит материальное благо и так далее. Поэтому работа с молодыми людьми, вот, одаренными, там, и так далее, активными, что ли, у нас ведется по многим направлениям, я не буду их перечислять, вот, представительница федеральной структуры, она об этом сказала, но вот даже тот же лагерь Славянское Содружество, ведь 15 лет он проводится, да, это площадка, где наш актив, вот, он, как бы, имеет возможность проявить свои организаторские способности, вот, из этих людей потом формируется определенный резерв кадров, эти люди потом входят в жизнь, значит, ну, как бы сказать, по всем направлениям, и в производственную, и в социальной сфере решают вопросы, наукой, как я уже сказал, занимаются. Ну, вот, я просто скажу, что подводятся, когда итоги, приятно сегодня сообщить, что у нас 417 человек за последние вот годы стали лауреатами премии или грантов президента Российской Федерации, и 538 – это лауреаты грантов губернатора Курской области. Ну, то есть, мы их поддерживаем, всячески стараемся, чтобы ребята имели и сегодняшнее, сегодня были отмечены, имели хорошую перспективу на будущее. Мы увлекаем в это и наши учебные заведения, спасибо вот им за поддержку. Ну, и, конечно, вот, немножко туго пока, но и бизнес-сообщество, потому что без их участия решить вопрос и перспектив для молодежи, но и для своего бизнеса, они должны понимать, невозможно. Александр Николаевич, спасибо вам, что пришли к нам в студию, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Думаю, что проблемы взаимодействия молодежи и бизнеса сможем обсудить во время следующей беседы. Спасибо, что пришли в студию, ответили на вопросы. Напоминаю телезрителям, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова